Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О работе налоговой службы будем говорить сегодня с гостем нашей студии. Присоединяйтесь к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Республики Беларусь по Шкловскому району Могилевской области. В 2015 году занимал должность первого заместителя председателя Осиповичского райисполкома. С 18 марта 2016 года возглавляет инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности налоговых органов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я поздравляю вас с Днем независимости нашей страны и с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. В этом году налоговой службе Беларуси исполнится 30 лет. Вот, глядя через эту такую значительную временную призму, что вы считаете главное, чего удалось достичь в построении налоговой системы нашей страны? Оля, за тот период времени, с 1990 года, с момента создания налоговой службы Республики Беларусь, как вы уже отметили, прошло 30 лет. Самое главное, что мы нашли за этот период, это взаимопонимание во взаимоотношениях с платежщиками. Период становления, конечно, происходил совместно с периодом становления нашего независимого государства, самой Республики. После развала СССР, конечно, были потеряны многие экономические связи, были потеряна наполняемость бюджета. И поэтому приходилось самостоятельно уже в созданном государстве, в Республике Беларусь, находить направление, формировать налоговую систему, которая бы позволила бы самостоятельно развиваться нашему государству. С того периода было отменено порядка трех десятков нормативных актов, которые определяли налогообложение. Ушли в историю порядка 29 налоговых платежей, которые перешли в государственную пошлину. Прорывным нормативным документом в 2004 году, в 2010 году стала общая часть налогового кодекса и особенная часть налогового кодекса. Под этим документом был сформирован единый свод налоговых законов, которые позволили оптимизировать налоговую систему, работать платежщиком и, соответственно, работать налоговым инспектором. В 2019 году по поручению главы государства налоговый кодекс претерпел усовершенствование, и основные его моменты коснулись, опять же, наших налогоплательщиков. В части упрощения администрирования, в части наделения их большими правами, свободой получения оборотных средств. И вся система была, можно так сказать, подчинена восьми основным принципам, которые и формируют сегодня нашу налоговую систему. Хочу остановиться на одном принципе – это презумпция добросовестности платежщика. Принцип презумпции добросовестности заключен в том, что пока не будет доказана вина платежщика в неуплате налоговых платежей, пока не будет составлен акт документальной проверки, платежщик считается добросовестной исполняющейся налоговые обязательства. Конечно, проходило упрощение в администрировании налоговых платежей, в контрольной деятельности. Появился электронный документооборот, сокращение периода уплаты налогов с ежемесячной суммы на ежеквартальную или на ежегодную. Вот этими действиями были сокращены как временные, так и материальные затраты. Самое главное, что временные и материальные затраты самих налогоплательщиков на исчисление налогов для уплаты в бюджет. Да, потому что, как известно, время – деньги. А считаете ли вы современную белорусскую систему налогообложения гибкой? Безусловно. Безусловно. Вот те нормативные документы, которые, я говорю, изменения проходили в налоговом законодательстве в 2019 году, они были направлены только для налогоплательщика. Вот совместная работа с бизнес-союзами, с общественностью позволила многие направления, которые они предлагали, и включить налоговый кодекс. То есть, если общество требует, соответственно, простоты, удобства, надо, чтобы налоговая система была проста, удобна, понятна для любого физического лица, который хочет начать бизнес. И вот здесь мы же все являемся плательщиками налогов. В большей степени где-то подоходный налог уплачивает основная масса людей, уплачивают налог на землю, налог на недвижимость. И как потребность, скажем, не потребность, а вотребованность временем, это единый налог с людей, которые занимаются теми видов деятельности, которые не требуют государственной регистрации. То есть, самозанятые физические лица. Да, и об этом мы сегодня как раз поговорим. Ну, а сейчас самое время для нашей постоянной рубрики «Есть мнение». Для обсуждения мы предложили такой вопрос «Зачем платить налоги?» Для того, чтобы пополнять бюджет. А бюджетные средства идут на зарплату, на строительство дорог, на пенсии не идут, потому что на пенсии страховой фонд идет. Для развития социального уровня страны, так скажем, города. За бюджетные деньги что делают? Украшают наш город. Помогают, может, каким-то малым и имущим семьям. Строительство происходит. Зарплату платят бюджетникам. Налоги, конечно, нужно платить. Все страны платят, и я считаю, что налоги должны существовать, потому что есть люди, которые не в состоянии в своей физической форме заработать какие-то большие деньги. И поэтому где-то нужна и какая-то помощь государству, чтобы была. Налоги, все зависит от налогов. Пенсия наша. Ну, что еще? Как вы считаете, что делается в городе за деньги, которые поступают в качестве налогов в наш бюджет? Ну, я думаю, вот красоту нам наводит, так? Ну, что еще? Школы бесплатно кормят деток. Надо государству помогать. Чтобы детям они платят до трех лет, и все это все идет в государство налоги. То есть платить их нужно? Обязательно. Чтобы хорошо жить в государстве, в нашем. А как вы считаете, вот что делает конкретное за деньги, которые в качестве налогов поступает в наш бюджет? У нас бюджет медицина, образование, благоустройство. Это все за наши деньги. То есть платить налоги нужно? Обязательно. Обязательно. Чтобы жить в будущем, пенсию выплачивали. Платить налоги нужно? Ну, конечно. А жить как? Человечество к этому пришло уже давным-давно. А откуда государство будет брать деньги, извините? Только с печатного станка? Чтобы лучше жили. А как вы считаете, вот куда конкретно идут налоги, которые мы платим? Ну, как больницы, детские сады, пенсионеры. Платить налоги нужно? Дороги строить в обязательном порядке. И соблюдать закон об оплате налогов. Это чем быстрее люди научатся это делать, тем богаче и уважительнее мы будем. Вы смотрите «Диалог». Мы обсуждаем сегодня работу налоговой службы. Владимир Васильевич, насколько правы наши респонденты в своих ответах на этот вопрос? Зачем платить налоги? Оля, знаете, вот посмотрев этот репортаж, в принципе, правы на 100%. Люди понимают необходимость уплаты платежей в бюджет. И это действительно очень хорошо. Это, наверное, было привито со временем. Все-таки раньше в основном удерживали налоги и заработной платы. Сегодня гражданам предоставлено право самостоятельно уплачивать, в том числе налоговые платежи. И участвовать в формировании бюджета. Конечно, отрадно и порадовало то, что основное использование наших граждан не видит в том, что это социальная сфера. Но также хочу остановиться, что при определенных обстоятельствах, наличии бюджетных денег, собранных с профицитом, эти ресурсы могут направляться и на развитие нашей экономики. Вот для себя лично я всегда подчеркиваю, что у человека должно быть две возможности. Вот так вот немножко преломляя, это возможность пахать землю, то есть возможность работать, создавать какой-то продукт. Возможность держать ребенка на руках, вот именно эта социальная сфера. А вот для этих двух возможностей для реализации нужны налоговые платежи. И, в общем-то, наше общество достаточно зрелое, да? Люди понимают, как вы думаете, с течением времени такие понятия, как налоговая грамотность, налоговая культура, они стали выглядеть более позитивно? Согласен с вами, действительно более позитивно. В этом направлении работаем и мы, как налоговая инспекция. Вот за 30-летний период времени, 12 лет назад, в системе налоговых органов при налоговой инспекции, вот в нас в области и в других областных инспекциях, были созданы музеи налоговой службы, где мы принимаем наше подрастающее поколение, наших школьников, наших учащихся, студентов. Организуются экскурсии в налоговую инспекцию, вот в Жлобинском районе, в Мозырском районе, средних образовательных школ, где детям показывают, каким образом формируется бюджет. Им это все объясняется, рассказывается. На небольших играх производится, значит, дача вот этих знаний для того, чтобы даже первоклассник понимал, для чего нужны платежи в бюджет. Ну и сегодня этот уровень понимания вы оцениваете достаточно позитивно и высоко. Вы знаете, на 98%, вот преломляя эту оценку на эту цифру, это удельный вес добровольных поступлений платежей в бюджет. Все-таки 2% мы чуть-чуть не добираем. Но опять же, за последние три года мы выросли более чем на 2% добровольных поступлений платежей в бюджет. Это существенно. Спасибо большое. Мне сейчас несколько другие цифры интересуют. Вот что показала практика ведения предпринимательской деятельности людьми без регистрации в качестве ИП? Когда-то тоже казалось, что это новация и достаточно смелое решение, такой эксперимент, вот так называемая самозанятость, прибавляют в своем объеме? Самое главное человеку дать, наверное, возможность проявить себя. Если государство создает вот такие условия, это очень существенно. Это большое поспорье для каждого физического лица, который может пополнить свои доходы. 285-й указ давно-давно разрешил нам принимать налоги от самозанятых по семи видам деятельности. И физические лица наших граждан, республики Беларусь, действительно усвоили эту инновацию. И, в принципе, высказали мнение, что таких видов деятельности, которые не требуют государственной регистрации, при которых можно решать деятельность, предварительно заплатив налог, должно быть больше. В 337-й указ главы государства в 2017 году дополнило было еще 30 видов деятельности. Сегодня их 37 этих видов деятельности, 31 вид деятельности в общей сложности, по которым физические лица могут уплачивать налог, не регистрируя свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Конечно, и вот те еще ряд нормативных документов, и 345-й указ главы государства, и 365-й об агроэкотуризме, ремесельной деятельности, деятельности в сельской местности, повлияли на занятость населения. А какие сферы прирастают наиболее активно, чем люди хотят заниматься? Это сфера услуг. Сфера оказания услуг. И по-большому это плюс 10 тысяч рабочих мест. 10 тысяч сегодня людей, которые начали активно заниматься экономической деятельностью. Это порядка 5200 физических лиц, которые осуществляют деятельность по заявительному принципу. Это определенное количество физических лиц, которые заняты в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. И в первом полугодии, если сравнивать с прошлым годом аналогично, мы по заявительному принципу приросли на 335 человек. Даже с учетом вот этой эпидемиологической ситуации, которая складывается сегодня в нашем государстве. Да, на самом деле время сейчас непростое для индивидуальных предпринимателей, а в целом, как вы оцениваете ситуацию в малом бизнесе? Это, опять же, Оля, перспективное направление развития экономики. Действительно, по областям удельный вес малого бизнеса, по республике он разный. В целом у нас, если смотреть Гомельскую область, надо сказать, вот хочу назвать цифру, более 80% субъектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей, относятся к сфере малого бизнеса. И вот 20% это выше, скажем, средний бизнес и крупный бизнес, в том числе и государственные предприятия. Это порядка малом бизнесе 9600 организаций, около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. И вот количество субъектов малого бизнеса за этот год, только за это полугодие, приросло на 754 субъекта. Да, это в основном индивидуальные предприниматели, которые регистрируют свою деятельность и осуществляют ее. Конечно же, в условиях пандемии и такого глобального экономического кризиса правительствам приходится принимать меры, чтобы поддержать людей, и особенно бизнес в нашей стране. Насколько действенны, насколько эффективны меры поддержки были приняты? 24 апреля 2020 года указал в государство номер 143 о поддержке экономики. Он, в принципе, совместно с другими нормативными актами поставил определенные условия и дал возможность местным органам власти принимать решения по, скажем так, реализации тех, наверное, требований, которые определены бизнесом. Сегодня предоставлено право на получение осрочки налоговых платежей, на получение рассрочки, на получение налогового кредита по тем налоговым платежам, которые выплачиваются в местный бюджет. Именно с предоставлением осрочки на период уже уплаты с 1 октября по 31 декабря 2000 года. Определенный ряд условий в отношении, скажем так, субъектов хозяйствования, которые могут, не подавая комплекта большого документов, а подав только заявление и указав на необходимость получения осрочки или рассрочки, получить вот эту льготу на определенный период. Те, кто действительно испытывают определенные трудности в оборотных средствах. И сегодня было подано, обратились более 62 субъектов, по которым принимались решения по предоставлению осрочки. И это порядка 114-115 тысяч рублей. Спасибо, Владимир Васильевич. В продолжение этой темы поддержки предпринимателей предлагаю посмотреть сюжет. Также я напоминаю, что мы в прямом эфире, поэтому, если у вас есть вопросы, звоните нам. Екатерина в бизнесе 8 лет. В свое время закончила Белгуд, стала бухгалтером. Немного поработала в государственной структуре, а потом ушла в декретный отпуск. И чем ближе было до его завершения, тем сильнее крепло желание открыть собственное дело. Не то чтобы большой бизнес, а просто заняться тем, к чему давно лежит душа. Так из хобби фотография перешла в источник заработка. Сначала было страшно. Как это вдруг уволиться оттуда, где все стабильно, и отправиться в одиночное плавание. И все-таки, заручившись поддержкой мужа, Екатерина стартовала. Оформила индивидуальное предпринимательство и стала предлагать фотоуслуги. Сначала пробовала себя в разных жанрах, но потом выделила приоритетные – свадебную съемку и женские портреты. Конечно, было страшно и волнительно уходить в свое дело, в свое собственное плавание. Но ни одной минуты я, наверное, не пожалела об этом решении. Несмотря на все трудности, сложности, на огромную ответственность, которая лежит только на тебе, не на кого это переложить, не на кого положить. То есть только ты сам решаешь, что ты делаешь в своей жизни, как ты это делаешь. И это одновременно и сложно, и очень здорово. Потому что именно ты сам строишь свою жизнь. То есть ты планируешь и свое время, в том числе и рабочее, и отпускное. То есть это свобода, которая дорогого стоит. Пандемия больно ударила бизнесменов из разных сфер. Но больше всего пострадала отрасль услуг. Без еды прожить нельзя, а без фото можно. У Екатерины резко снизилось количество заказов. И все рабочие поездки к заказчикам со всей Беларуси и российских регионов почти прекратились. И такие незавидные дела у многих предпринимателей. Чтобы как-то помочь экономике в целом и бизнесу в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко в конце апреля издал указ номер 143. В нем, как мы рассказывали уже не раз, меры поддержки бизнеса для минимизации влияния на экономику мировой ситуации, связанной с COVID-19. Президентом Республики Беларусь в апреле месяце принят указ номер 143 о поддержке экономики, в котором установлен ряд мер по поддержке бизнеса в условиях мировой эпидемиологической ситуации, одной из которых является налоговая поддержка. Указом определен вид деятельности, наиболее подвержен неблагоприятному воздействию в сложившейся ситуации, в котором по уплате налоговых обязательств предоставляется отсрочка, рассрочка и налоговый кредит. Так, местными органами власти уже приняты в отношении девяти плательщиков указанное решение. В основном это такие виды деятельности, как общественное питание и услуги населению. Индивидуальным предпринимателям предоставлена возможность перехода на иные режимы налогообложения. На сегодняшний день ряд плательщиков уже воспользовались и перешли на уплату налога при упрощенной системе налогообложения. Кроме того, областным советом депутатов принято решение об снижении ставок единого налога в два раза для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на третий квартал 2020 года. В Гомельской области плательщиками единого налога являются 9 375 индивидуальных предпринимателей. В третьем квартале они будут платить налог по уменьшенной вдвое ставке. Вы смотрите диалог начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна. Сегодня у нас в гостях и мы принимаем телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы в эфире. Алло. Алло, спасибо, что дождались. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я являюсь индивидуальным предпринимателем и у меня два вида деятельности. Это розничный торговый и занимаюсь еще отделочными работами. По ним я, получается, уплачиваю единый налог. Слышал, что в связи с этим новым указом есть возможность, ожидаясь до конца года, с единого налога перейти на упрощенку. Но вопрос у меня такой, имея два вида деятельности. Могу ли я по какому-то одному из них перейти на упрощенку, а по какому-то остаться плательщиком единого налога? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле ситуация интересная. Есть ли такое право? Да, действительно, 143 указ позволил сегодня субъектам предпринимательской деятельности, в том числе индивидуальным предпринимателям, по этому вопросу, осуществляя розничную торговлю и отделочной работы с уплатой единого налога, изменить налогообложение по любому из этих видов деятельности. Для этого необходимо плательщику представить уведомление в налоговый орган, указав, что будет осуществлять деятельность, например, с уплатой налога по упрощенной системе налогообложения, составочкой, например, 5%. А по второму виду деятельности он может сохранить уплату единого налога. И здесь индивидуальный предприниматель должен четко для себя определить, что здесь выгодно от размера получаемой выручки. Если вот ставка единого налога предполагает определенный размер получения выручки, и она, выручка сегодня, в связи с этой экономической и эпидемиологической ситуацией, оказалась ниже, если плательщик берет выручку 5% и видит, что эта сумма, например, будет ниже, чем ставка единого налога, он подает уведомление и переходит на новый режим налогообложения уже в течение года, а не как раньше было с начала года. Это все стало возможным благодаря 143-му указу главы государства. Здесь хорошо нужно подумать, да, то есть для каких-то определенных сфер эта ситуация более выгодная, да, этот переход на другой вид налогообложения. Вот как правило, для каких? Собственно говоря, тут нельзя конкретизировать, да. Мы говорили о том, что по 143-му указу у нас были определены виды деятельности, которые наиболее пострадали вот именно в этой эпидемиологической ситуации. Это и гостиный бизнес, и оказание транспортных услуг пассажирского транспорта. Даже вот, может и странно прозвучить, но да, и горный бизнес уменьшил поступление платежей в бюджет. Ну, не стали люди посещать, в связи с этой обстановкой, и горное заведение. Поэтому субъект хозяйственного, вот частным бизнесом у нас, и вообще бизнесом занимаются, я считаю, у нас граждане Республики Беларусь, которые умеют считать свои доходы. И здесь главное сориентироваться. Или мы платим налог по фиксированной ставке, или мы платим налог 5% от выручки. Что более выгодно, так и надо производить уплату платежей. Можно применять подоходный налог индивидуальным предпринимателям от дохода выручка, минус документально подтвержденные расходы, и по ставочке, соответственно, 16% уплатить подоходный налог. Тут уже будут учтены все затраты, а не только выручка. Ну, деловые люди сейчас, наверное, хорошо вас понимают, а я не совсем. Вот, все-таки в итоге о каком порядке цифр конечных мы говорим? Вот приведите, пожалуйста, пример налога по одной системе и по другой. Оля, парикмахерские услуги, ставка сегодня для Гомеля 97 рублей. Вот, если мы говорим о том, что у нас выручка была 10 тысяч, или там 1000 рублей, и упала до 500 рублей, 5% от 500 рублей, это у нас получится 25 рублей. А фиксированная ставка 97 рублей. И вот здесь, ну, конечно же, здесь частному бизнесмену легче и лучше платить 25 рублей от 505%, чем уплачивать фиксированную ставочку. И здесь он для себя принимает решение. Или мы каждый месяц платим 97, или каждый месяц платим 95. Тут реально 70 рублей остается в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности, индивидуального предпринимателя. И за три месяца это уже не 70 рублей, это уже 210 рублей. Вот такой конкретный пример. Считай, что тебе выгоднее? Да, а для людей, у которых ремесленническая деятельность, да? Ремесленная деятельность у нас здесь, конечно, имеет свой режим налогообложения. Там уплачивается одна базовая величина на весь год. На весь год. Да, и здесь уже человек... И совсем не о чем думать. Есть у нас еще вопрос как раз вот об этом же, но немножко другой аспект. На Вайбере я ИП оказываю парикмахерские услуги и ежемесячно плачу 97 рублей. Вот видите. Единого налога. В этом месяце стала пенсионеркой. Есть ли льготы по уплате налога для пенсионеров? И еще слышала, что для единщиков снижены ставки. Подскажите, сколько я тогда должна платить в третьем квартале? То есть здесь же еще и вдвое снижены ставки единого налога, так ведь? 17-я сессия Гомельского областного совета депутатов было принято 10 июня решение об уменьшении ставок единого налога в два раза. И согласно налогового кодекса пенсионер по возрасту, да? Пенсионер по возрасту у нас имеет льготу в размере 20%. Вот 97 рублей снимаем 20%, получается определенная сумма. И вот от той суммы, которая получится после снятия 97 рублей 20%, уменьшаем еще в два раза. Это где-то порядка, наверное, 34-35 рублей будет ставка единого налога с учетом двух льгот и пенсионера по возрасту, и уменьшение ставки Гомельским областным советом депутатов в два раза. Вот эти налоговые преференции, которые сложатся для данного индивидуального предпринимателя. 97 и 35 рублей, это опять же порядка 60 рублей. Очень надеюсь, что эти меры будут полезны, будут эффективны для людей, которым нелегко пришлось, потому что действительно можно от многих вещей отказаться. Нельзя отказаться от самого необходимого, да, от продуктов. Все это будет. А вот от украшений, игрушек, красоты какой-то, фотографий, ну, к сожалению, да, иногда можно. Поэтому и принималось это вот решение об уменьшении ставок. У нас под это решение касается порядка 9 тысяч индивидуальных предпринимателей-платечников единого налога и порядка 5 тысяч физических лиц. Вот абсолютная сумма, скажем так, в рублях, которая останется в распоряжении вот этих наших индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые добросовестно уплачивают платежи в бюджет, в их распоряжении останется порядка 2 миллионов рублей, те, которые определены вот этим решением сессии Гомельского областного совета депутатов. Это их оборотное средство на данном этапе. Я напоминаю, 340-043 номер телефона в нашей студии. Менее 15 минут остается до окончания эфира, поэтому если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам. Владимир Васильевич, ну а если уж совсем катастрофа и предприниматель вынужден свою деятельность прекратить? Принимает такое решение? Да, в этой ситуации предприниматель прекращает свою деятельность. И те суммы налоговых платежей, платящих у единого налога, которые не шляют деятельность уже более 30 дней, 60-90 дней, они подлежат возврату из бюджета или зачет в следующий налоговый период. Это опять же право, которое было определено указом главы государства номер 143. Такая же самая льгота и такой же самый порядок распространяется на физических лиц, которые тоже по заявительному принципу уплачивают единый налог. Ну и что мы еще, подводя итоги под этой темой, очень важные, очень актуальные, должны сказать, есть ведь еще и другие формы поддержки на уровне других законодательных актов. Опять же, главой государства, 141-й указ, он, конечно, касается здесь уже юридических лиц в большей степени. Это об уплате части прибыли от получаемых доходов. Когда люди получают начисленные дивиденды и происходит перечисление дивидендом, в дивидендах принимается решение о выплате их. Вот юридическое лицо должно было уплачивать этот налог не позднее 22-го числа месяца, следующее за месяцем принятие решения о выплате дивидендов. Это значительные суммы, это порядка 154 субъектов хозяйствования, юридических лиц, это порядка 189 миллионов рублей, которые по решению главы государства, по указу была предоставлена рассрочка уплаты их до декабря 2000 года, то есть с плановыми платежами пропорционально равными долями в течение 8 месяцев. Это опять же остаются оборотные средства в распоряжении субъектов хозяйствования, и на свое усмотрение они используют и направляют на свой бизнес. Владимир Васильевич, не получится ли, что вот эти меры, очень важные, очень полезные для бизнеса, они усложнят работу самой налоговой системы в решении вашей главной задачи в формировании доходной части бюджета? А вы меньше не соберете? Вы совершенно правы. Основная задача налоговых органов, какие планировалось на этапе зарождения, налоговой службы, это формирование доходной части платежей в бюджет, четкий учет налоговых платежей благодаря вот той работе и по исчезленным суммам, которые уплачивают наши плательщики. Позвольте, мы сейчас прервемся, выслушаем нашего телезрителя, а потом к этой теме вернемся. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я хотела бы вот задать такой вопрос. Я являюсь индивидуальным предпринимателем и оплачиваю единый налог. Но по семейным обстоятельствам в июле не буду работать. Я заплатила налог в июне на июль. Могу ли я получить обратно свои деньги и пересчитать ли мне сумму налога? И как мне это сделать? Спасибо за вопрос. Вопрос, в принципе, понятен, да. Если у нас индивидуальный предприниматель в июне месяце уплатил налог на июль, ему необходимо приставить в налоговую инспекцию декларацию, указать, что в июле месяце не будет осуществляться деятельность. И вот за тот период со дня подачи налоговой декларации, со следующего дня, налог будет пересчитан. И если есть необходимость его вернуть вам, он будет возвращен. Если есть необходимость зачесть его уплату на следующий период, по вашему заявлению, он будет заштен в уплату следующих налоговых платежей. Но, скажем так, 100 рублей сумма налога делится на количество дней месяца, умножается на то количество дней месяца, которые вы осуществляли деятельность. Таким образом высчитывается сумма, которая подлежит вам возврату. Спасибо большое за такой подробный ответ. Владимир Васильевич, давайте продолжим. Как сегодня налоговые органы выполняют главную свою задачу формирования доходной части бюджета? В Гомельской области, мы как-то раньше на передаче у вас говорили, у нас работают и действуют 13 налоговых инспекций. Они обеспечивают учет 49 тысяч налогоплательщиков, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и более 452 тысяч физических лиц. За полугодие, за 6 месяцев доход консолидированный, сформирован в размере 1 миллиарда 73 миллионов рублей. Местный бюджет порядка 870 миллионов рублей. Опять же, хочу сказать, очень тяжело складывается в 2000 году формирование бюджета, в том числе местного бюджета, в связи с определенными моментами именно экономического характера, который мы имеем по транспортировке нефтепродуктов, газа и по переработке нефтепродуктов. Местный бюджет у нас исполнен порядка на 97%, консолидированный чуть-чуть меньше, с меньшим процентом выполнения плановых доходов бюджета. Вот по формированию платежей бюджета, у нас формируют их три основных источника на 64%. Это, опять же, благодаря каждому гражданину, который участвует в формировании бюджета, это подоходный налог, порядка 33%. Это акцизы, это акциз на алкогольные, на табачные изделия, но у нас табачных изделий в области нет. И акциз на автомобильное топливо, большой удельный вес. И налог на добавленную стоимость. Предприятия государственной формы собственности формируют бюджет порядка 75,4%. Негосударственной формы собственности – это порядка 19%. Индивидуальные предприниматели носят свой вклад в объеме 2,8%, физические лица 2,6%. Но хочу остановиться именно на частном бизнесе, индивидуальных предпринимателей, физических лицах. Это порядка 280 миллионов рублей. Это достаточный объем денежных средств, которые вносят именно вот эти категории платильщиков. Это те люди, к которым и обращен знаменитый призыв «Заплати налоги, спи спокойно». Ну да, в принципе, это обращен призыв ко всем гражданам и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям. Я вот вначале… Ну здесь, наверное, с предприятиями-то разговор короткий, если что. А тут еще какие-то маневры возможны. Оля, я так хочу сказать. Более короткий разговор, и мы находим сегодня больше понимания именно с физическими лицами. Они у нас являются платежщиками имущественных в основном платежей. И здесь они-то исполняют, если я называл вначале цифру 98% добровольных поступлений, то именно граждане, проявляя уровень своего сознания, формируют бюджет на 99,7%. Примерно 0,3% у нас остается всегда в недоимке. Ну где-то не хватило ресурсов, кто-то забыл заплатить. То есть физические лица очень добросовестно исполняют платежи в бюджет. И сегодня, вот имея такую возможность, я хочу сказать слова благодарности и нашим физическим лицам, нашим гражданам Республики Беларусь, и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые в полном объеме добросовестно и своевременно наполняют и наполняют наш бюджет. Большое спасибо за ваш труд и за вашу работу. Ну это всегда результат конструктивного диалога, и это всегда ответ на изменения, которые люди высоко оценивают. Смею предположить, что очень важная часть сейчас работы налоговых органов принадлежит информатизации и этому процессу изменения. Потому что это всегда такой было проблемной стороной, что нужно идти в налоговую инспекцию, нести бумажки, документы. Теперь ничего этого уже можно не делать. Все в электронном кабинете плательщика происходит. Или я тогда слишком оптимистично представляю себе это? Нет, вы совершенно правы. Вот те вещи, которые проходили в нашем государстве в 2017 году, это касается оптимизации органов государственного управления, уменьшения численностей работников. Имея вот уже созданные на то время, именно имея вот те современные технологии, использование новых программ, новых ресурсов, и позволило, в принципе, безболезненно тогда перейти на том этапе взаимодействия с плательщиками. И, в принципе, мы безболезненно и сегодня с ними взаимодействуем. Личный кабинет плательщика, да, использование всех информационных ресурсов, а более, это порядка 22 информационных ресурсов, используем не налоговая инспекция, и они не для налоговых органов предназначены, а предназначены сегодня для плательщиков. И когда субъект предпринимательской деятельности знает, как использовать этот информационный ресурс, он с большой вероятностью правильно исчислить налоговые платежи, получив вот эту подсказку из информационного ресурса, и уплатив своевременный их бюджет. Если для кого-то возникает вопрос, сайт налоговых органов «Налог.Гов.Бай», прямая телефонная линия 189, там можно и оставить свой вопрос, можно и оставить какие-то свои критические замечания по работе, в том числе и налоговой инспекцией, можно оставить критические замечания по нарушению где-то налогового законодательства, если граждане или плательщики другие видят, что оно нарушается. Мы реагируем на каждое обращение, которое поступает в контакт-центр по телефонному номеру 189. И вот эти все мероприятия, которые сегодня были проведены, которые проводятся на налоговой инспекции, позволяют, скажем так, безболезненно проходить вот этот этап бесконтактного взаимодействия с налогоплательщиками. Это и гарантия сегодня для самих субъектов хозяйствования, но и гарантия, конечно же, для инспекторов, которые работают. Да, и очень важно сейчас, да, в наше время, когда лучше быть на дистанции. На дистанции, совершенно правильно. Скажите, какие еще новые формы, новации, в каком направлении дальше будет развиваться налоговая служба? О чем бы вы хотели, чтобы люди знали? Оля, немножко истории, да. 2009 год, это вот то, что мы сейчас говорили, это переход на электронное взаимодействие с плательщиками предоставления электронных деклараций. 2012 год, это средства контроля на кассовых аппаратах, которые устанавливаются от налоговых органов, что позволяет не только налоговой инспекции осуществлять контроль за принимаемой выручкой, но также видеть и самому субъекту, самому руководителю предприятия, как работает его наемный работник. А вот как сложно, да, проходило внедрение тогда, сколько это вызывало? Ну, скажу честно, да, через сернии. Таких незначных мнений, а сегодня же уже представить себе невозможно, что как-то по-другому можно работать, да? Ну, правильно двигались, я хочу сказать, легких, наверное, решений проблем не бывает. Они были осознанно вот так вот поставлены, и мы действительно осознанно, где-то, может, принимая какой-то административный ресурс, но пошли по этому направлению. И сегодня время показывает, что мы прошли правильно. Внедрение электронных счетов фактур 2016 год сегодня обезопасило плательщика. Сегодня, если работает грамотный бухгалтер, грамотный экономист, используя эту информационную площадочку, электронных счетов фактур, он может найти у себя, скажем так, ошибки и исправить их в момент составления налоговой декларации. Не допускать потом уплаты административного штрафа или не получать потом уведомления от налоговой инспекции на исправление этих ошибок. Сама цель, сама цель сегодня налоговой системы это качественное оказание услуг нашим плательщикам. Будут то физические лица, будут то юридические лица. Это взаимодействие с плательщиком, это партнерские отношения с плательщиком, потому что бюджет формируется за счет чего? И за счет кого? За тех людей, которые участвуют в процессе производства. За счет юридических лиц, а это люди, за счет индивидуальных предпринимателей, самих физических лиц. Поэтому чем качественнее налоговый орган окажет услугу, чем быстрее он эту услугу окажет, я думаю, чем лучше мы сформируем наше бюджетное поступление. Спасибо большое, Владимир Васильевич. У вас есть минутка для того, чтобы поздравить ваш коллектив с наступающим профессиональным праздником и поблагодарить их? Я думаю, есть за что. Действительно, есть за что. И в начале своего обращения я хочу обратиться к людям, которые уже не работают в налоговой системе, которые находятся на заслуженном отдыхе, к нашим ветеранам. Действительно, это они в 1990-1991 годах заложили вот эту систему, благодаря которой сегодня и формируется доход нашего государства. Благодаря которой сегодня и оказываются услуги. Кашу высказать слова благодарности ныне действующим работникам налоговой системы за их самоотверженный труд, порой нелегкий, порой с проблемами есть, плательщиками. Но пожелать в профессиональный праздник, конечно же, крепкого здоровья, конечно же, счастья, конечно же, благополучия. И четкого понимания то, что мы сегодня делаем на благо нашей страны, Республики Беларусь, формируя бюджет, мы делаем правильно. Мы делаем это для каждого нашего гражданина нашей страны и в целом для нашей страны, для нашей республики. С профессиональным праздником. Спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо вам, что пригласили сегодня на эту беседу. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойна был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова